Восточная кухня Восточная кухня Восточная кухня Подразумевает большое количество ингредиентов В одном блюде То есть специи и составляющих Что мы будем сегодня готовить? Что вкусненького у нас появилось? Сегодня будем готовить салат Называется он в честь столицы Узбекистана Это Ташкент Это прям национальный узбекский салат Так же, как у нас, наверное, оливье А в Узбекистане это Ташкент Что туда входит? Давайте перечислить Тут еще есть зерна граната Есть еще вот это, что такое интересное Это, ну, некий такой декор Ну, это хлебушек, да, я так понимаю Перепеленные яйца Это важный ингредиент Я сейчас я его съем, этот ингредиент Аня, и порадуемся Так, пожалуйста Я приступаю На Востоке мужчины говорят мало Все говорят, девчата Девчата, доброе утро Доброе утро еще раз Мы так понимаем, что вы не раз дегустировали блюда восточной кухне Вот вам, как именно ценителям, можно уже сказать, да, поскольку вы непосредственно работаете в этой отрасли Что больше всего нравится, что импонирует в этом направлении? Настя Ну, на самом деле, как бы странно это ни звучало Мы уже, я думаю, Олеся меня поддержит Достаточно разбираемся в плове И плов это все-таки такое топовое блюдо узбекской кухни И всем бы советовали попробовать плов у нас в ресторане И если есть такая возможность посетить восточные страны То сравнить, рассказать свое мнение Ну, вот именно настоящий узбекский плов, это какой? Чем он так сильно отличается, что его стоит попробовать? Его готовят в огромном казане То есть это делается очень долго Очень долго вываривается продукт Настаивается на протяжении нескольких часов И то есть, например, если вы пришли в обед попробовать плов Его готовили уже, я не знаю, часа 3-4 Это мясо вываривали, чтобы это действительно было так вкусно и таяло во рту И, знаете, вот нет вот этого ощущения рисовой каши Когда вот ты чувствуешь, что что-то не то У нас профессионал его готовит, он старается делать То есть рисинка к рисинке Да, то, что нужно, прям вот Анастасия права Вот приходите, пробуйте, прям советую Честно скажу, вчера ела Было вкусно Он какое-то время должен настояться, я так слышу Он там целый день должен стоять Ну, несколько часов, да Да, то есть у нас, именно на нашей кухне Есть отдельный повар, который готовит только узбекскую кухню То есть он не касается салатов Он не касается традиционных горячих блюд То есть он готовит плов Шеф-плов такой На самом деле в Узбекистане также есть отдельный повар Который готовит только плов И называется он пловец Вот Это серьезно? Да, и мы таким же поваром богаты Слушай, я не знала Поэтому приходите А правда, что вы отправляете в десант именно вот Прямо несколько человек, которые едут туда Специальную командировку И вот-вот-вот прям там где-то выискивают Каких-то там стариков, которые владеют этими рецептами И выкупают Да, действительно, то есть у нас много поваров-носителей культуры Которые знают, как должно это готовиться Ну, то есть они с детства это все впитывали С кровью матери, можно сказать С молоком Да С молоком С молоком Да С молоком Когда сильно накусываешь, тогда с кровью и молоком Поэтому национально Да И как бы так же мы русских поваров отправляем на стажировку в Узбекистан Я вот хочу быстренько у Никиты уже спросить Посмотри, как быстро преобразилась тарелочка Никита, что вы посыпали перед лучком? Что это было такое вот? Перед лучком? Специи, да Это перец А это перец Перчик, то есть такое берченое будет блюдо А скажите, пожалуйста, Никита Вот король специи в Узбекистане, это что считается? Король специи? Да, ну вот какая травушка-муравушка Самый базовый, топовый, это прям кориандер-этмин Кориандер-этмин Прекрасное название для эстрадного дуэта Кориандер-этмин Девчата, к вашему дуэту мы перейдем Потому что уже пора раскрыть интригу Ресторан Узбекистан Вот этот замечательный ресторан вы представляете И мы слышали Ну не просто Узбекистан, да Теперь у ресторана Узбекистана после обновления Теперь мы его можем обозначать как Узбекистан.старинные подвалы Купца Бутина Купца Какого? Бутина Да, это известный исторический факт Что именно в этом заведении были Винный зал, по-моему, винный зал Давайте немножко об этом И о новых вообще услугах, опциях Ресторана Узбекистан поговорим Ну, смотрите, по поводу новых залов Почему именно Купца Бутина мы назвали Действительно, это самое старое здание В котором находится первый в Восточной Сибири Восточный ресторан Простите меня за эту автологию Это усиление эффекта не дошло Да, это усиление Но это действительно так и есть И на данный момент мы себя позиционируем Как первый восточный ресторан Мы имеем на это полное право Потому что он действительно идет Вот в этом здании, где наверху был Узбекистан На тот момент это как-то по-другому называлось А внизу находились как раз винные подвалы А по поводу новых каких-то У нас, кстати, произошел рембрендинг, ремонт Всех ждем безумно красивые залы Правда, вот заходишь и сердце радуется, что ты работаешь в данном месте А по поводу каких-то акций, я думаю, Настя расскажет У нас одна очень крутая акция новая появилась Да, мы буквально на днях запустили новый проект Это услуга «Возьми с собой» На которую действует скидка 30% Что значит «Возьми с собой»? К сожалению, у нас пока что, я думаю, нет услуги доставки Вы можете заказать по телефону Либо прийти лично и заказать в ресторане То есть мы, допустим, возвращаемся с работы домой Очень голодны Предварительно позвонили И вспомнили, что в интервью слушали про ваш чудесный плов Позвонили, приехали И нам с собой Да, действительно, в этой услуге предоставлено абсолютно все меню ресторана «Узбекистон» И все, что вам уже полюбилось Либо то, что вы хотите попробовать без проблем, можете заказать с собой С невероятной 30% Я думаю, что это все-таки уникальный проект будет И надеемся вкусным детям пользоваться Потому что восточной кухни доставки пока я не видела То есть я надеюсь, что гости оценят и им понравится На всякий случай уточняю В данном буклете оценник указан без скидки Это будет приятный сюрприз, когда вы, рассчитывая на одну сумму, получаете на одну треть дешевле То есть тоже есть такой момент Надо сейчас подчеркнуть, что сейчас наступила пора уже новогодних корпоративов Вот о чем говорит эта студия, история Никиты И декабрь, и декабрь месяц И совсем скоро же ведь действительно корпоративы Расскажите немножко подробнее о программе О, как мы говорим, работники микрофона и речевого аппарата И корпоратах немножечко На самом деле в программе мы максимально оригинальны То есть у нас восточная сказка в гостях у Аладдина Решили в наших восточных интерьерах предоставить гостям полное погружение в Восток То есть это восточные танцы, восточные наряды, восточное оформление То есть пришли и погрузились И самое ближайшее время, когда уже можно погрузиться в Востоке, я так понимаю, это дата 9 декабря Это непростая дата для Узбекистона Что это будет за грандиозный праздник, что за феерия 9 декабря, да, это день рождения Узбекистона Мы готовимся, мы стараемся Нам исполняется 13 лет Настя вот отвечает за всю программу Мне кажется, бедная еще немножко и начнет нас всех проклинать Но ждем всех очень сильно Действительно будет очень круто, очень ярко, интересно, щедро по-восточному Это значит, много угощений Да, мы всегда считаемся очень щедрым рестораном Мы поэтому с удовольствием будем и вас в том числе ждать Начало, Настя, напомни, во сколько? Начало программы в 8 часов Советуем заранее забронировать столик Прийти немного заранее, чтобы к началу программы уже сидеть с бокалом вина И наслаждаться вкусом И чашечки в кулок Суббота, 9 декабря, 20.00 Приходите немножечко пораньше, заранее забронируйте столик И тогда вечер субботы будет просто сказочным для вас Ну, а мы передаем слово нашему дорогому повару Никите Никита, я так понимаю, блюдо уже готово? Да, все, блюдо готово, я ему передаю ложечки Вот так вот И тарелочка, пожалуйста, а то нам далеко тянуться, Никита, можно еще тарелочку? Ну что, друзья, мы будем дегустировать Салат Ташкент, ну что, как обычно, на Бордуршафт Спасибо, я доню в рецепт Ну что, у нас... Слушай, ну все Давайте мы сейчас попрощаемся И давайте так, чуть-чуть Не надо, наоборот Ну, давай, давай Ты представляешь Благодарим наших гостей У нас в этой студии были Анастасия Мясникова, управляющая рестораном Узбекистон Старинные подвалы купца Бутина Олеся Кашицына, маркетолог ассоциации Байкальская виза И Никита Герезидинов, шеф-повар ресторан Узбекистон Старинные подвалы купца Спасибо вам, ребята, огромное Наше утро сегодня будет невероятно вкусным, благодаря вам Я бы прийти и советовал приступить к инстаграму Наверное, что скоро его не будет Ну а мы, друзья, продолжаем У нас впереди информация о том, что будет интересного в этом часе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова